Продолжение истории про Берлин. Самый большой проект. 20-й год. Из Берлина двинули в маленький городок Франкфурт-на-Одере. Германия граничит с Польшей. Задача была сделать проект реновации города, найти такие способы реорганизации существующей ситуации, которые убрали бы большую проблему города. Это отток молодежи в близлежащий Берлин. Франкфурт-на-Одере городок маленький, и молодежь не понимает, зачем ей так быть. И наш большой ресерч в этом городе направлен на решение этой проблемы. И решение этой проблемы было необходимо именно в содружестве этого города с городом через реку, через границу, с городом Слюбицы. Такова ситуация на карте. Вот это Франкфурт-на-Одере, вот это польский город Слюбицы. А вот это вот тот мостик, по которому мы только что проезжали. На 20-й год здесь была возможность спокойно проезжать, без предъявления каких-то виз или досмотров. Вот это Германия, вот это Польша. Недвижимость в Слюбицах стоит примерно столько же, сколько и в Варшаве. Потому что те, кто живет в Польше, они приезжают в Слюбицы, работают на Франкфурт-на-Одер, приезжают туда утром, уезжают вечером. И думают о том, чтобы интегрироваться. Может быть, в эту большую историю с Германией они хотят интегрироваться. Ну, потому что денег больше. А те, кто живут в Германии, они думают про Слюбицы, потому что там очень хорошая еда. Это невероятно хорошая еда. Мы жили почти на самой границе, недалеко от этого мостика. И вечером ездили в Польшу покушать. После больших-больших брожений и ресерча этих двух городов. Немалый объем работы. И это утром мы позавтракали, и теперь едем уже обратно. Справа с Слюбицы, слева Франкфурт-на-Одер. И вот уже начинаются антуражные немецкие домики. А вот и все. Немецкий Макдак, в который иногда заходили для того, чтобы перехватить кофе. Тут магазин, который продает антиквариан. А тут используется настоящая тема с пластинками. Это мега круто. Этот готичный костел – одна из ключевых отправных точек, на которые опирались, когда создавали новые парадигмы этого города. Но там, конечно, антуражность во всем. Это чуть-чуть антикварного магазина, распродажи книжек по 50 центов, анализ современной, историчной архитектуры и пейзажа, скромное обаяние, буржуазии. Вообще солнца и пространства там было достаточно много. И у нас были прям затяжные прогулки, благоустроенным и не очень местам. Брали и анализировали все. Вынимали из города существующие культурные паттерны, очаровательные смысловые маркеры, урбанистические подходы и типологию архитектуры. Она местами призабавная. Вот так вот. Очаровательные фрагменты озеленения, современные издания и смотрите, какая милота. Прямо там гуляя, встретили историка, культуролога, искусствоведа и напоросились на чай. Вернее, чай нам предложили, узнав, чем мы занимаемся. И была потрясающая лекция часа на полтора о истории жизни и развитии этого города. На кадре это я в диалоге, но на самом деле все это переводит в волшебное «Н», за что и огромное спасибо. Они обладают невероятным свойством находить контакты с людьми, разговаривать с ними и вносить их мысли, жизни, бытийность, ту невероятную историю проектирования, которые происходят у нас в нашей коллаборации и многолетней дружбе по всему миру. Мы шли по городу, я и Юля фотографируем контекст, обсуждаем ситуацию. Аня видит какую-то женщину, которая смотрит на нас с интересом, у нее что-то спрашивает. И вот в итоге мы пьем кофе. И пьем кофе тематически. Она дает нам тот контекст, который мы ищем в этом городе. Как они это делают, я не понимаю. Но вот у нее такое волшебное свойство. Спасибо, Энн. И то, что этот проект родился, это целиком и полностью заслуга Ани. Она нас притащила туда, во Франкфурт, свела с этими людьми, с жителями города, администрацией, с заинтересованным комьюнити. И в итоге мы сделали проект. Иллюстрирую его по фотографиям из сохраненных гугла фото. Это не парадный фотоотчет. То есть я не могу сейчас взять весь контекст, который мы нафотографировали. А могу каким-то образом просто чуть-чуть коснуться этой темы. Скорее всего, касаний будет, я думаю, больше. Это я сейчас по первому приближению пробую проговорить про него что-то. Потом сделаю отдельное видео. Наверняка. Немного про то, как происходит все это безумие. Практически происходит. Вот именно сама-сама реальность. Как она есть, без прикрас. Как мы видим, как это. Потому что мы имеем коллеги полоника, мы имеем концерт-салон в городе. Мы имеем университет. Мы имеем клеист-форуме, музей. Вот в том числе и таким образом мы получаем огромное количество вводных для нашей работы. Такие беседы происходят практически на всех уровнях возможных для нас коммуникаций. В равной степени от мэра, от представителей администрации, от общественных организаций, от людей, которые мы встречаем на улице, от местных, от приезжих, вне зависимости от социального статуса или достатка. Получается чудовищное количество вводных. Невероятное. На это накладываются еще типичные методы анализа. То, что может понять и осмыслить стандартный урбанистический подход. И плюс огромный пласт итальянского подхода к проектированию. Это вообще сложнейшая штука. И слабо поддается формулированию. Может быть мы можем ее делать, но в полноте и комплексно рассказать, как это происходит. Пока немножко трудно. Нужно больше практики. Нужно больше городов. Поэтому, в самом деле, есть еще больше потенциал на реке. Но вы знаете, почему? Потому что историю. Но сейчас мы используем большую часть. Можно использовать. Вы знаете, почему ее до сих пор не использовали. Но я считаю, что это отдельный кластер. Река. И отличительные особенности таких проектов, международных проектов. Такая мультилингва. Это синхронный перевод на один-два языка. Они делают это превосходно, вычленяют саму суть и передают. У меня английский самый плохой в команде. Мне требовался перевод. Какой-то процент я понимал, но если это не переводы N, мое восприятие информации было бы сильно ограниченным. Холене-лайнер, Холене-лайнер. Легка не очень хорошая. Очень большая. И мы просто 15 минут после его после него находимся в пункте национальный парк. 15 минут. 15 минут уже национальный парк. Шлаобетал. Шлаобетал – это малый реке. И в мире очень натурального. Одно из плюсов мультилингвы это вычленение сути. То есть, когда люди говорят ни на своем языке, ни на родном языке, это немножко сложно. Поэтому они говорят про важные вещи, абсолютно необходимые важные вещи. Это как будто бы тезисное выражение информации и тезисное восприятие. Очень удобно. Это удивительное чувство, когда невероятный поток информации приходит к тебе в мозг. Я обычно в такие моменты совершенно счастливый. Это что-то, это что-то, это что-то. Думать про большие такие штуки это абсолютное счастье. Модернизм в 20-30-х. Вы увидите много модернных строений с 1929-х. У многих периодов. Как они в городе были. Город был годообразующими элементами даже вот эти модернистические дома, здания, то есть постройки. Есть книга хорошая, где вы можете все это посмотреть. 20-30-го. И мы получаем один объем информации, нам дают наводки на другой объем информации. Это как такие поиски. Перед тем, как мы летели туда, нам прислали презентацию на 300 страниц по анализу этого города. Для того, чтобы можно было начать вот эти вот работы. Но это просто часть ресерча. Это то видение, которое имеют они для того, чтобы дать возможность анализировать свой город. Но у нас плюс еще миллион водных, с которыми нам нужно работать. Для формирования концепции, урбанистической концепции, концепции реновации, развития города. Изменения вот этой вот проблемной ситуации, когда молодежь уезжает, город стареет. Нахождение оптимальных, реальных, бюджетных решений. Без какой-то чудовищной глобальной перестройки всего. Для этого нужно идти глубоко в культуру. То, как эти люди жили здесь огромное количество времени. Из фрагментов их мира формировать вот эти их новые возможности. Не шаблонным образом, не типовым образом. Именно тем образом, который подходит именно для них. Поэтому наша студия, когда приезжает куда-то, мы не русская студия, не итальянская студия, не немецкая студия. Мы становимся теми на какое-то время, теми людьми, теми проектировщиками, которые именно это место, именно эти люди. Мы приехали в Германию, значит мы немцы. Мы приехали в Польшу, значит мы мыслим как поляки. Вот это итальянский подход в том числе. Еще бродим по новым районам, изучаем, каким образом они теперь подходят к формированию городской среды. Вот это симпатичный домик, которым они гордятся. Соседствующий с такой старинной типологией архитектуры. Тут сталь, стекло и кирпич. А тут перерыв на превосходную пасту, авторство Моттел. Это было очень вкусно. Ну вот там такая структура из немного историчных, из немного модерновых домов. И их соединяет вот такой вот мостик. А дальше, дальше начинается территория Польши. А до этого мы были на территории Германии. И вон там место безвизового прохода. Такая тема. Делаем большое количество видео, фото и записей. Прорабатываем в ресерче как точки отчета, которые мы наметили изначально, так и множество случайных вводных, которые происходят в путешественнической истории. Особенно в проектной путешественнической истории. Моя любимая область деятельности. Давай, давай. Спасибо. Давай. Друзья, я с тобой не с тобой. Я могу работать, я могу работать. Цепляемся за старинные здания и сооружения, как сформированные сотни лет живущие культурные паттерны. Удивительные кусочки классичной архитектуры. Великолепное место для реновации, конечно же. И странные простые кубики современной архитектуры. А вот забавная тема с оконными проемами. Они просто нарисованы. Да, такого не видел. Да, ты вспомнила песню. Тут для удобства пронумерована. Простите. Да, какой этаж? Очень мало фоток и видео с девушками. Анна и Юлией. Я думаю, сделаю еще отдельное видео, где соберу со всех материалы, и где все будут представлены полностью. Хорошо. Не только мое лицо. Это водная часть моста, который пресекает Одер. И Карл Маркс Стрит. Чуть-чуть труднопроизносимых немецких названий. И немножко плана с достопримечательностями, что происходит вокруг. Вот такие у них набережные. Это исторический центр. Чуть-чуть готики, а даже и не чуть-чуть. И актуального контекста. Смотрите, как крутая и прекрасная промышленная зона. Я в полном восторге. И у нас были большие планы на это здание. Домиков старинных и симпатичных тут порядком. Что-то без внимания, а что-то вполне ухоженное. Потому что эксплуатируемые. Свободно для велосипедов. Еще ракурс на это превосходный домик. Очень понравился и запомнился. Его историчный контекст. И сам комплекс этих зданий и сооружений. Великолепно. А вот такой историчный скетч-зарисовка. Современные пространства. Тоже симпатично. И опять превосходная еда. Когда итальянец сделает еду, это всегда и очень вкусно, и очень красиво. Как развивались события дальше, будет в следующем видео на 17 февраля. Аккаунты девушек, с которыми мы делали проект, я напишу в описании к видео. Это Анна Хромова и Юлия Кузнецова. А меня зовут Эдуард Кичигин. Уроки на мою графику смотрите в описании к видео. А тут куча крутых плейлистов. Про то, как скетчинг и проектирование, и путешествие. И вот вся вот эта большая история работает вместе. Великолепная парадигма. Всем чао-чао. Пока.